Ну что ж, добрейшего времени суток. Дамы и господа, спасибо, что нажали на видео, начали его смотреть. Сегодня мы будем начинать одну из серий видео, которая называется «Производство бонсай». Я буду с маленького выращивать, возможно, маме, возможно, шохин размер бонсай по всем правилам, по всем, так скажем, канонам. И буду формировать свои бонсай, которые в дальнейшем, возможно, я продам, в дальнейшем я, возможно, оставлю себе. И я также хочу вам показать кое-какие секреты, кое-какие советы по тому, как быстрее выращивать свои бонсай, как более качественно выращивать свои бонсай и как правильно их структурировать. Поэтому начнем. Сегодня у меня есть вот такие вот черенки и саженцы клёнов. Я буду их использовать не все, это асерпальматум. Я буду использовать пока что самые тоненькие. Также у меня, смотрите, есть и семена, которые я сажал, да, они проросли. Проросли, во-первых, три вот таких растения, да. Какое это растение вы можете посмотреть в первом видео о посадке семян. Оно будет также в описании, ссылочка на него, да. И напишите, что это за растение и как бы кто угадает, тот молодец. Вот. Проросло три таких одинаковых и одно какое-то непонятное. Плюс, который я, кстати, вообще почти не сажал. Плюс здесь растет Джеймс. Я его закопал вместе со своим маленьким горшочком сюда, чтобы просто у него было больше влажности, больше возможности срасти. Иначе просто он не рос. Поэтому давайте начнем. Сейчас я приближу немножко камеру. Мы подготовим сначала горшочки, а потом уже начнем пересадку. Погнали. У меня вот такие вот горшочки. Я сделал две дырочки для проволоки и одну дырочку для слива, да. Получается всего три дырки для слива. Сейчас мне понадобится вот такая пластиковая решетка, которую я положу на дно. Также я ее подрежу, потому что настолько большая она не нужна. Еще даже чуть-чуть можно подрезать. Для чего эта решеточка? Просто для того, чтобы акадама не высыпалась. Также у меня есть вот такие остатки проволоки, которые я сегодня буду использовать для того, чтобы закрепить эту решеточку. Я никогда ничего стараюсь не выкидывать. Особенно, когда идет дело в таких обрезках проволоки. Идет разговор, почему не извините. Потому что они всегда для чего-то нужны. Продеваем. Вы уже много раз видели, наверное. Поэтому я буду просто стараться как можно быстрее все это делать. Вот видите, закрепили решеточку. И вот так вот проволоку оставили, загнули. Я всегда люблю убирать кончики. Хоть это и не видел, но я так привык. У меня так интересно. Мне так показывали, что это нужно делать. Также я сейчас возьму еще одну проволоку, уже использованную. Но продену ее в дырки для проволоки. И таким образом мы сможем уже растение, которое сейчас сюда посадим, закрепить. Теперь, что касается грунта. Я буду сажать практически в 90% акадамы и 10% киризуми. Потому что горшочек маленький, он будет стоять на очень сильном солнце постоянно. И из-за этого ему нужна максимальная влажность. За счет удобрения он будет получать все необходимые питательные вещества. Плюс также у него будет 10% киризуми, которое для саженцев маленьких вполне достаточно. Немножко убрал я мешающие вещи, которые здесь стоят в контейнерах для проволоку. Сейчас я насыплю в горшок немного акадамы. Как вы видите, я насыпал примерно до середины акадамы мелкого и крупного размера. В принципе, неважно, какую акадаму вы сейчас посадите, потому что все равно вы будете в дальнейшем пересаживать. Теперь мы берем, наверное, начнем с кленов. Начнем вот с этого. Сейчас просто я его вину. Он здесь закреплен проволокой, как я вижу. Сейчас эту проволоку я отрежу. И смогу его уже вынуть совершенно спокойно. У него, как вы видите, практически нет корней. Все корни... Давайте сейчас я вам лучше это все дело покажу. Практически нет корней у него. Но это не беда, потому что мы будем их развивать. Смотрите, у него есть стержневой корень. Чтобы от него избавиться, нам, опять же, понадобится проволоку. Совсем чуть-чуть проволоки. Вот столько будет достаточно. Смотрите, на конце стержневого корня, на конце вот тут, мы просто делаем маленькую петлю и сильно зажимаем проволоку. Ну, сейчас, если вообще не позволят, потому что на самом деле не очень-то и позволяет. Давайте я возьму калибр чуть поменьше проволоки и мы тогда уже сделаем. Сейчас найду калибр поменьше. Например, вот такой. И уже с помощью такого калибра сможем... Вот, на конце стержневого корня надо завязать вот так вот проволочку. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы корневой стержень, корневой, блин, стержневой корень, когда начнет расти, он начал душить сам себя и развивать корни выше вот этой вот как раз-таки проволочки. Он не будет развивать корни вот тут, а будет развивать корни вот здесь, выше. Это намного лучше и намного более правильно. Поэтому, смотрите, сейчас мы добавляем, просто ставим его в наш клёник. Давайте даже чуть-чуть ещё добавим. Акадамы совсем чуть-чуть, чтобы корни были чуть-чуть повыше находились, и он мог расти поглубже. Теперь немножко притапливаем, прикапываем его в акадаму. Теперь с помощью проволоки просто заворачиваем, оборачиваем его. можно даже проволоку не завязывать, чтобы он держался. Он за это время, за этот год не вырастет очень сильно, поэтому ствол не растолстеет, и проволока не врастёт. Она нужна просто для того, чтобы зафиксировать его, так скажем, в горшочке, потому что он сейчас ещё очень маленький. Далее досыпаем акадамы кирио. У меня уже готовая смесь, поэтому сейчас я это всё делаю. Палочкой не нужно проталкивать акадаму между корней, потому что просто её сейчас и корней-то особо нету, поэтому и проталкивать нечего. Нужно просто немножко утрамбовать руками. На этом мы закончили. Теперь перейдём уже к формированию. насколько мы можем видеть, он довольно-таки высокий, но здесь у него есть места, которые он отсушил, поэтому их сразу же отрезаем. Теперь давайте передадим ему форму, которую, я считаю, будет максимально правильной и максимально, так скажем, простой для каждого человека. для этого нам нужна опять же проволока. Расправляем её, проталкиваем её сквозь грунт. Если она сейчас выйдет, это будет победа, если не выйдет, то и не надо. Нет, не вышнет. Но ничего, проталкиваем её, оставляем и теперь накручиваем. Нужно накручивать как можно более плотно и как можно более близко сделать. Вот швы, видите, как я, но никогда не старайтесь, всегда точно, извините, старайтесь не попадать на почки, чтобы они не погибали. Всегда старайтесь если у вас клёна, к примеру, всегда старайтесь, чтобы место, где начинается междуузли, всегда было без проволоки. Таким образом почка не будет умирать. Сейчас немножко сложно. Окей, практически всё. тут наверху вы наверное не видите, сейчас я буквально через пару секунд покажу, но также есть почки, поэтому аккуратно заканчиваем здесь петлёй. Отрезаем, получается вот так, теперь его нужно согнуть так же аккуратно и сгибать, чтобы например у него все витки выходили с нужных сторон, а где он нестик отпалился, его можно выбрать. итак смотрите, теперь что у нас есть, у нас есть очень неплохое начало угля бонска. Сейчас покажу поближе. Ай, блин, он здесь треснул. Он здесь в одном месте треснул, как раз таки где проволока не очень хорошо пошла. Сейчас я это место срочным образом должен закрыть. Ай, как жалко. Момент. Сейчас я вам его покажу. Как жалко. Ай, 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 окей. Сейчас я быстро скажу за пастой, которая поможет мне эту проблему решить. На камере заканчивается батарейка, поэтому буду быстро. Вот такая есть паста. Она для листопадных растений. Для лиственных. Она довольно-таки жидкая. сейчас я вот с помощью такой палочки опять же остатка проволоки нанесу чуть-чуть этой пасты на место слома. Таким образом я спасу его от загибания. сейчас я вам раз уж пошло такое дело на сломы, то я покажу вам технику бонусом с помощью которой вы не сможете сломать растение. Сейчас я доделаю подзаряжу немного камеру и мы вернемся. Надо хорошо заклеить все, чтобы растение была возможность восстановить это место и не отсушить ничего. поэтому сейчас наверное даже добавлю пасту лучше ее много добавить чем мало лучше сохранить растение живым и здоровым чем засушить его и все. Потому что если у нас сейчас отсушить ветку верхушку это будет очень плохо. Давайте сейчас я подзаряжаю камеру и показываю вам супер технику которая позволит вам никак не ломать вот так как я сейчас сломал веточку. Видите все в моих видео делается для того чтобы вы учились и чтобы вам показывать новую информацию. Следующий клен у него корней уже реально больше. Это радует. Давайте посмотрим что из него еще можно сделать. У него видите также стержневый корень есть. Его надо чуть подрезать. Теперь уже можно сажать. снова камеру кирио. Сейчас надо делать все это быстро потому что уже целый день здесь все записываю видео. Не очень здорово конечно. Что уход на этом. 10 не то что я думаю вот так все крышки можно вытрукнуть еще один есть закрепляем крышку просто оборачивать проволокой. Следующие кстати говоря клены я сразу буду показывать из этой стадии потому что в принципе я вам уже показал все что нужно было продавать и чтобы экономить наше время и свое также буду показывать уже из следующей стадии. итак у нас крым есть здесь веточка которая совершенно не нужна мы сразу же оборачиваем окей приступаем теперь приступаем засовываем сразу до конца проволоку если она выходит из дырки лучше или как это сказать из отверстия закрываем веточ веточ и приступаем веточ зелень зелень и зелень зелень стадии старая делать все как можно быстрее просто обматывайте с проволокой до самого конца вот только веточку надо так же направить, но это сделал я уже с помощью более слабой проволочки. Более тоненькой. Сейчас, сейчас, сейчас. Отлично. На самом деле им еще очень мало времени, очень мало лет, этим кленом. Поэтому хочу формировать их и формировать на самом деле. Но я никуда абсолютно не спешу. И вам также советую особо не спешить. Время есть всегда. Так, надо сейчас посмотреть, какие вот это задние... Сейчас я вам все покажу и объясню все. Давайте потом в конце видео я просто покажу, какие я делаю, так скажем, стили. И сейчас перейдем к следующему. Так, следующий. Сразу программа. И сейчас я вам покажу, как она дает. Вот так же много корней, это здорово. И этот, как вы видите, потолще. Так, гашечек у меня готов, правда, здесь не очень. Окей. Все. И когда мы кирилы, все так же. Далее. По корням ничего удалять не буду. Здесь вот, как вы видите, есть почка одна, вторая и так далее. Клены растут только между узелами. Поэтому сейчас я покажу вам способ, как сгибать не ломая. У меня есть вот такая вот липкая лента, да. Сейчас просто с помощью этой липкой ленты полностью туго-натуго заматываем клен. Окей. Вот это вот между узелами я оставлю. Потому что из него может что-то начать расти. И продолжаем. Так как здесь уже есть веточка, ее тоже, кстати, вам сейчас покажу, то я ее просто буду чуть по-другому обманывать. Сейчас обрезаем снова, обрезаем. Наносим таким вот образом, чтобы веточка осталась, почечка. И продолжаем. Я стараюсь все это максимально быстро делать. Могу что-то не очень качественно делать. Поэтому очень боюсь этого. Обматывая изолентой, вы помогаете растению быть более жестким и выдерживая сгибы. На данный момент меня устраивает его ветвистый, поэтому я заматываю его полностью всего. Крепко-накрепко. Практически все. Теперь утрамбовываем пальцами всю изоленту. В тех местах, где она не очень хорошо приклеилась. Далее мы ее потом снимем. Не волнуйтесь. Это не проблема. Мы сажаем наш клён сюда, в горшочек. Фиксируем его с помощью проволоки, которая уже подготовлена и продета через дырки в горшке. Вот тут снизу. Еще присыпаю акадаму. Как вы видите, акадаму. Не очень новая. В ней есть корни, но это и не новая. Сейчас. Так. Ну и начинаем. Опять просовываем. Опять он не прошел. Сквозь горшок. Но это уже ничего. И наматываем. Стараемся наматывать как можно более плотно. Так. Все точки просто аккуратно обходим. А здесь он тоже. Так. Вот так. Облаки. Ну и теперь можно сгибать так же аккуратно. Но он уже более хорошо гнется. Если бы он его пытался согнуть без этой техники сгибания. Но все равно очень стремно. Потому что все равно он довольно таки сильно гнется. И может сломаться. Сейчас я его закреплю. Букой так. 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 Верху прячем проволок. Если проволоки не хватает. То надо добавлять. Так. 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 Продеваем проволоку. Если вдруг нужно сделать растяжку. Всегда через проволоку. Которая крепит. само растение. Таким образом. Мы получаем. Возможность. Делать. Растяжку. И закреплять проволоку. За одно горшочко. вот таким образом. Ок. Сейчас вот тут надо завязать. И на этом все будет закреплено хорошо. хорошо. Ок. так. Так. Лишнее. Отрезаем. И у нас получается что-то вот такое. это также мы должны сейчас согнуть. Это также мы должны сейчас согнуть. здесь. Здесь. Практически все. Так. Здесь мы имеем. Второй. Кленик. Единственное. Что он не очень удобно стоит. Ничего. Вот. И сейчас. Просто можем. Надрезами. Снять. Эту проволоку. Не проволоку. Точнее. Эту проволоку. Извините. Пленку. В тех местах. Которых надо. Ок. Приступаем к следующему. Пришло время для каких-то безумно непонятных растений. Вы пишите что это за растение если вы знаете. Как неудобно вышло. Все. Посыпаем. Так. Ого. Неплохо оно нарастило. Корневую систему. Только вот тут. Хотя нет. Все окей. По корням все окей. Располагаем корни. Проталкиваем их. Вглубь горшка. Закрепляем с помощью проволоки. Вот это растение. Кстати. Вообще не сырел. Семечки. Оно само здесь проросло. Возможно. Так как у меня стоят сейчас все растения на улице. То возможно оно само по себе. Здесь как-то появилось. Может быть. Семечка приоритела и проросла сама по себе. Весь этот мусор сюда. Добавляем чуть немного короны. Просто призаклить корни. Вот этот корень тоже уберу. Все эти корни уберу туда вниз. Чтобы они не были на поверхности. Сейчас еще не надо. Экраны. Вот я их. И теперь проволоку. Проволоку я возьму наверное. Наверное это не хватит. Здесь непонятно пока как его надо сгибать. Потому что даже не понятно что это за растение. И как оно будет расти. Поэтому. На данный момент. Сделаем его. Просто придадим ему небольшой. Заворот. И все. На этом все. На этом пока что все. Следующий. Следующий у нас будет. Ух ты. Ё-моё. Какая немокорневая система. Это же вообще дикость. Бл***. Ё-моё. Вот это он разбил уже здесь корней. Что его даже не выйдет. Все связались корнями. Смотрите. У меня пробка. Я пробку откатал. Случайно. Которая была. Служила как. Дополнительной задержкой влаги. Вы посмотрите. Какие корни. Так. Давай секунду отложим. всю эту грязь. Моклую. Которую. В горшок. Чтобы не терять ее. Смотрите. Как он буквально развелся-то. За короткое время. Сколько мы его посадили. Когда мы его посадили. Год назад. Что-то около года назад. У него уже такая корневая система. Обрезаем ненужную корневую систему. Также у него здесь есть. Стержневой корень. Этот стержневой корень. Надо обрезать. Обрезать вот до сюда. Вот этот тоже все срежу. Отлично. Остался вот такой. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, видите, отрезу. Теперь. Всю вот эту волосатость. Нужно уместить в горшке. Хорошо распределить. Блин. Он на самом деле уже довольно-таки мощный. Росток. И закрепить. Чтобы он сейчас не двигался. Еще один полонок. И обрезаем. Надо было их пару дней обрезать. Чтобы они не такие были мокрые. Противные. Блин. Все руки теперь грязные. Ну что поделать. Добавляем. Добавляем. Когда мы кирил, здесь надо будет потыкать палочкой, чтобы было. Вся, когда мы прошла между корней, попала. Киризона также. Много здесь. Окей. И теперь надо подумать, посмотреть, что это такое. Можно, конечно, начать сфильмом. Вот. 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 Втыкаем проволоку до него. И начинаем крутить. С самого низкого места. Придерживаем. И крутим максимально. Как я уже сказал. Аккуратно. И плотно. Чтобы не забить ни один из побед. Но. Не сломать и так маленьких листиков. Пока что он, кстати, идет только в длину. И за это, конечно, с ним что-то сделать сложно будет. Потому что непонятно, откуда пойдут лепки. У него нет на начале листов. Кстати говоря, один листик не отловился. Спасибо. Спасибо вам. Сейчас тоже оторвем. Может у него что-то активизируется. И если кто-то угадал, что это такое, то пишите в комментариях. И если кто-то пропустил видео посадки, то посмотрите на моем канале. Видео выращивания семян. Я их там всех сажаю. И вот они уже какие выросли за такое короткое время. Довольно таки сложно его на самом деле формировать. Потому что он очень-очень хрупкий. Боюсь его как-то сильно согнуть. И на нем, кстати, уже есть вредители. Надо их опрыскать от вредителей. Вредители на маленьких растениях. Это не здорово. Проволоку надо было чуть поменьше калибром. Потому что она сейчас еле-еле сгибается. А здесь мы уже совсем у кончика. И как бы не сломать. Так какие-то. Обрезаем. Тоже листика появилась. Чего-то много листика появилась. Ну ладно. Не столь важно. И сейчас главное, чтобы он не преснил сам. Так. Надо очень аккуратно все это делать. Потому что они еще очень-очень молодые. И из-за этого, конечно, может быть проблема. ОК. Добавлю еще чуть-чуть. Мелкая кадама. Просто чтобы было побольше влажности. ОК. Идем далее. Тоже огромное количество. Смотрите-ка. ОК. 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 Продолжение следует... 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 И что самое главное, здесь нет сильного ветра, что очень здорово будет на них влиять, потому что они не будут сохнуть так быстро, будучи маленькими и будут развиваться лучше. Далее, когда камера уже зарядится и будет лучше, так скажем, все выглядеть, я обязательно, пройдет пару дней, я обязательно запишу как маленькое видеообновление о том, как они себя чувствуют и начали ли они вообще расти. Потому что сейчас у них условия идеальные, у них Акадама Кирио, у них сильная влажность, у них есть солнце, у них есть полив и в скором времени даже будет скоро у них удобрения добавлены. Но пока что, так скажем, первая фаза развития производства готова. Я также, наверное, за кадром еще некоторые горшочки заполню саженцами фикуса, потому что фикусы не получилось, к сожалению, пока что еще укоренить. И из-за этого сажать их пока что рано. Блин, давай, слезай. Ладно. Хотел Акадаму все-таки вернуть в горшочек, но не получилось, прилипало. С вами был Дима из Испании. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok